Свою вёску же хоры Полянуки любить. У селеки мрази, коли мерковать по ей внешнему выгляде, усюда частиня и парадок. Побоч, сош и неповторная природа. Хоть в особные годы миновитый река створяя сельчанам значные проблемы, непосредственно Полянука под водой не оказывается николь, без находится на узвыше, хотя дорог подчас поводки не застаётся. До инших насильных пунктов можно добраться только на лодцы. На лодках плавали, когда поводки были. Переплывали на старое село, туда, на лодке. Когда заливая, пройти нигде нет. Почас поводки в ртовальнике выставляют у Полянука специальный пост, особого состава которого изменяются каждые сутки. Правда, умовы больше нагадываются полевые. Во-первых, эта ситуация изменится. В рамках проекта «Соединение развития на местном узровне» в Республике Беларусь, в которой реализуется Организация Объединенных Наций, для дежурства в ртовальнику подчас поводки набыли специальный мобильный пункт. Данный проект стал победителем и получил финансирование 11 тысяч евро. Почему был выбран этот проект? Потому что он направлен на территориально ориентированное развитие, на оказание помощи и поддержки людям, проживающим в малых населённых пунктах. До речи, выкрыстовывать мобильный пункт можно не только для организации дежурства у ртовальников. Его хоть и набыли только в этом году, але поспели уже выкрыстать для научения сельского населенияства правилам беспечной житодейности. При неоподности пункт можно перевести у любую, навод самую отдаленную вёску. На его базе проводятся так само тренинги неполнолетних, падениях, у нестандартных ситуациях. Подчас этих учений пункт выкрыстали для оказания медицинской допомоги умовно потерпелому. Подчас учения вот этот домик повинен спалить, для того, как пенгары улепш, внутрь поклали разную дровнину и подрактовали некакий килограмм упалива. Ты больше тяжко будешь в ртовальникам, хотя, как я думаю, подчас учения легко не бывает, николи. Сгодно с легендой учений, подчас поводки у поляновцы отбывся пожар. У адресанной от инших населённых пунктов вёсцы на допомогу пришли суперсовники МНС. Некакие секунд на разведку и оценку обстановки и непосредное в ртовальни умовно потерпелого. Для Шепроса, личиной Хвилины, ему окажут необходную допомогу и на лодце, якая так само набытая у рамках проекта, вывезут на великую землю. У областного управления Министерства по незвучайных ситуациях кажут, что оснащение подразделений с участными техничными сродками протягнется и долей. Зараз, например, реализуется проект по набытии специальных автомобилей для ликвидации химичных аварий. А Прочатаху плануется набыть ящей некакий операционных пунктов для работы подчас поводки для полезных регионов, хоть сфера их применения будет значительно больше широкой. Мы можем в случае осложнения ситуации в зимний период времени, если снежные заносы, где-то пункт обогрева личного состава, а также людей, которые попали там в снежные заносы, к примеру, на трассе, да, если там нет возможности их куда-то переместить, то мы приедем на проходимой технике, выставили этот пункт, все, людей с машин забрали, обогреваем. Олег Синтеров, Валерий Капанько, телерадо-компания «Гомель», Ветковский район.